Брюс Маккаби В 1978 году ЦРУ опубликовали около 900 страниц документов, существование которых они отрицали в течение всех прошлых лет. Я думаю, они держали их в тайне, потому что большинство документов включали наблюдения в других странах. И, конечно, они не хотели, чтобы создалось впечатление, будто они шпионят за другими странами. Брюс Маккаби продолжил свои исследования в Национальном следственном комитете по воздушным явлениям. Эта структура занималась именно изучением неопознанных объектов. С ее подачи был запущен проект МАДАР – многоприборный детектор аномалий с автоматической записью. Комплекс сложнейшего оборудования должен был отслеживать, как связаны электромагнитные возмущения с появлением НЛО. Ученые полагались исключительно на показания приборов. И в данных не было недостатка. Я не знаю точное число задокументированных случаев НЛО в США, но должно быть десятки тысяч. Национальный центр НЛО получает несколько сотен сообщений в месяц. И временами это число возрастает. Например, недавно, в августе-сентябре-октябре, они получали 900 тысяч сообщений в месяц. В любом случае, мы не знаем, сколько было появлений, мы знаем, сколько сообщений было сделано. И это должно быть десятки тысяч. Возможно, уже около ста тысяч на сегодняшний день. Число наблюдений НЛО по обе стороны океана резко возросло на заре холодной войны, когда две мировые державы начали наращивать военную мощь. Над стратегическими объектами все чаще возникали летающие тарелки. СССР и США считали их аппаратами противника. Пока не осознали, изготовить такое людям пока не под силу. Был круглый летательный аппарат, протестированный на низкой высоте. Но в первую очередь летающие тарелки – это нечто, сделанное не человеком. По данным рассекреченных теперь документов, НЛО были разных форм и размеров и не просто наблюдали за людьми. Они вели боевые действия между собой. Ветеран военной разведки Павел Сверидов имел доступ к документам, которые это доказывают. Возникло ощущение у людей, которые работали в военной разведке, что в пределах Земли шла какая-то борьба между разными типами разных цивилизаций гуманом. И вот вскоре произошла вот такая катастрофа, которая позволила реально получить объект, который был создан какой-то инопланетной цивилизацией. И в частности были захвачены гуманоиды. Один даже был живой. Речь идет о Розвольдском инциденте, произошедшем в штате Нью-Мексико в 1947 году. Военные структуры неоднократно выступали с сенсационными заявлениями об этом случае, и все их версии противоречили друг другу. Наконец, официально было объявлено, что там разбился шпионский зонт. Однако новые данные и, самое главное, свидетельство офицеров-очевидцев показывают, что все не так просто. В ночь на 2 июля 1947 года жители провинциального городка Розуэлл в штате Нью-Мексико видели яркий объект, который прочертил небо и упал за лесом. А наутро фермер Уильям Рейзл нашел на своем ранчо разбитый серебристый дисковидный корабль. По воспоминаниям военных, которые участвовали в той операции, из НЛО извлекли четверых серых гуманоидов, один из которых еще дышал. Пентагон немедленно начал масштабную операцию по мировой дезинформации. ЦРУ провели свое расследование в начале 60-х годов прошлого века и заключили, что ничего на самом деле не происходит, и придумали политику развенчания случаев появления НЛО. Это на самом деле должно было снизить интерес основного населения к этой теме. Однако они не снизили интерес, потому что наблюдения НЛО продолжали фиксироваться, и ЦРУ не могли объяснить и самим себе все случаи. Американские военные скрыли тот факт, что пока генерал Рейми объяснял репортерам про метеорологический зонд, настоящие обломки все-таки были отправлены специальным бортом на авиабазу Райт-Паттерсон. Но эту правду похоронили в секретных файлах ФБР. Вот настоящий текст этого сообщения. В 6.17 по полудню 8 июля 1947 года агент ФБР в Техасе отправил по телетайпу срочный рапорт, в котором говорилось, что найден объект, напоминающий стратосферный аэростат с радарным отражателем. Военные разведчики решили исследовать, что это было, и они забрали кучу материала. И идет большой спор о том, что они в действительности оттуда забрали. Правительство утверждает, что там был всего-навсего воздушный шар или связка шаров, проект, известный под названием «Могул». Версии того, что же на самом деле разбилось на ранчо под Розуэллом, продолжали множиться. Однако доверие общества так и не снискали. Высшие чины ВВС США признали ложь своего генерала, когда он говорил, что это были обломки метеозонда с радарной мишенью. И выдали новую версию. Я не принимаю версии о том, что это были воздушные шары проекта «Могул», и вообще какие-либо воздушные шары. Сложно сказать, что правительство сделало со всем этим, потому что они могли тайно и очень умно внедрить технологии в научные исследования различных компаний. Возможно и то, что материал был настолько опережающим наше знание, что мы даже бы не смогли понять его. Спустя пару лет представители ВВС США опубликовали еще одну версию инцидента в Розуэлле. Так как несколько человек видели тела гуманоидов, прозвучало объяснение, что это были манекены, использовавшиеся для испытаний стратосферных порошков. А вот как было на самом деле по данным Брюса Макаби. На следующий день после крушения НЛО в Розуэлле начальник отдела разведывательных исследований и разведки воздушного корпуса армии, бригадный генерал Джордж Шульген, запросил у ФБР все засекреченные файлы об НЛО. Военные хотели собрать как можно больше информации о том, что попало к ним в руки. Все эти данные проходили под программой Majestic 12, которая была направлена в основном на то, чтобы контролировать доступ к информации об упавших НЛО. Об НЛО, упавшем в Розуэлле, базе 51 и, возможно, каких-то других. Зона 51 прославилась после серии скандальных публикаций в мировой прессе. Это официальное название секретного подразделения базы Эдвардс ВВС США. Зона 51. Военный аэродром, расположенный в штате Невада. На нем разрабатываются и тестируются летательные аппараты нового типа. Аналитики считают, что основная часть базы расположена под землей. Вход в подземную часть базы находится в ангаре 18. Работавшие там офицеры после выхода в отставку в 90-х годах стали публиковать сенсационные мемуары. В зоне 51 хранятся обломки кораблей инопланетян и даже тела пришельцев, говорили военные. Вскоре после публикации этих шокирующих фактов с ними стали происходить странные вещи. С ними случались разные неприятные истории. Кто-то погибал, кто-то пропадал бесследно. Ну, в общем-то, кто-то говорил, что к нему приходили люди в черном. Тем не менее, вот такая зачистка свидетельств продолжалась, пока в последние 2-3 года буквально словно прорвало плотину вот этой информации, которая об этом свидетельствовала. Все неприятности выглядели как обычный несчастный случай. Родственникам погибших и пострадавших ничего не удалось доказать. И что на самом деле случилось с теми, кто рассекретил правду о летающих тарелках, неизвестно. Были сообщения из Бразилии о том, что отдельные личности общались с пришельцами из неопознанных летающих объектов. И предполагается, что некоторые из них были убиты. Главная база Эдвардс ВВС США находится в штате Калифорния. Она тоже известна в связи с пришельцами. По версии независимых исследователей, изучавших утечки секретных документов, в 1953 году американские астрономы увидели на орбите Земли крупные космические корабли. Система контроля радиокоммуникаций Сигма сумела обнаружить между ними регулярный обмен сигналами, а затем и установить контакт. Долгое время не удавалось получить ответ на главный вопрос. Каковы намерения пришельцев? Напряженное ожидание этого ответа разрешилось в ночь на 20 февраля 1954 года. Дело в том, что 20 февраля 1954 года президент США Дуай Дэвид Эйзенхауэр внезапно исчез из внимания прессы, отдыхая в Палм-Спрингсе возле Лос-Анджелеса. Обычно такого не происходило, потому что президент Америки фигура публична, он всегда в поле зрения СМИ находится. А тут бац и нет президента. Все встали на уши. Куда делся Эйзенхауэр? Стали искать. Его нет. Официально потом привез объяснение. Сломал зуб. Подавился курицей. Поехал к дантисту его лечить. Команда Дуай Дэвид Эйзенхауэра пришла к власти в США в январе 1953 года. После ее прихода, по мнению аналитиков, проблема НЛО получила новый статус. Именно в этот период Соединенные Штаты Америки создали специальный секретный центр по изучению внеземных цивилизаций. Вот до этого не было такого закрытого секретного центра по изучению феномена НЛО. Этот феномен американцами изучался разбросанно. Он изучался на базе военно-воздушных сил в Дейтен-Вагайо, в других местах. Американцы решили создать такой центр. На президентский срок Дуайта Эйзенхауэра одновременно выпали две сложные задачи. Ажиотаж вокруг крушения гисковидного аппарата и начало холодной войны. Поэтому, по данным исследователей, спецслужбы, которые работали по сокрытию данных о таинственной катастрофе, и показали президенту центр с останками экипажа инопланетного корабля. В дальнейшем эти данные оставались закрытыми даже для следующих президентов Соединенных Штатов. Все, что делали Соединенные Штаты в закрытом режиме, объяснялось интересами и соображением национальной безопасности, вызванной холодной войной. Официально и формально для Соединенных Штатов Америки холодная война закончилась в конце 91-го года в связи с распадом Советского Союза. Это считается датой окончания холодной войны. Только через полвека мир узнал подоплеку тех событий. Джеральд Лайт, директор фонда специальных исследований, написал, что в ночь на 20 февраля 1954 года на базе Эдвардс президент США Дуайт Эйзенхауэр встретился с представителями внеземной цивилизации. Западная пресса со ссылками на высокопоставленных военных представила такую версию той встречи. На аэродром приземлилась летающая тарелка, откуда вышли высокие гуманоиды со светлыми волосами, мало отличимые от людей. Они, так сказать, высокие, похожи на наших скандинавов, но насколько они пересекаются или принадлежат ли они к одной цивилизации, я не знаю. Я знаю, что такие контакты с правительством США велись в 50-х годах довольно-таки интенсивно, и наша разведка добывала такие данные. По данным Джеральда Лайта, расе пришельцев не удалось договориться с правящей верхушкой США. Однако позднее, в том же 1954 году, президент Эйзенхауэр провел переговоры с другими инопланетянами, и уже с ними на базе Эдвардс был подписан исторический договор о сотрудничестве. Насколько правдивы эти теории может рассказать астронавт США Гордон Купер? Он начинал карьеру как летчик-истребитель. В 1957, спустя три года после описываемых событий, Купер служил на той самой базе Эдвардс. Он видел, как на аэродром действительно села летающая тарелка. Но это было ЧП. Этот объект имел форму как бы двойного блюдца. Он попал в поле зрения личного состава. Затем он завис, начал абсолютно бесшумно приземляться и выпускать из днища три опоры. Наконец, он успел встать на эти штативы. Я в это время находился в офисе, в третьем по счету здания от места приземления объекта. Я доложил о происшествии наверх. Мне было приказано запереть проявленную пленку в сейф. К нам уже был выслан на реактивном самолете человек с конвоем, чтобы забрать этот фильм и передать непосредственно в Вашингтон. Это был такой нервный момент. Генерал орал мне в трубку, чтобы я немедленно все спрятал. Годы спустя, будучи легендарным астронавтом, Купер пытался достать из секретных архивов Пентагона ту видеозапись. Это ему не удалось. Правда о том, что же на самом деле происходит на базе Эдвардс, по-прежнему остается тайной. Исследователи называют разные российские и американские авиабазы, где, возможно, до сих пор хранятся и исследуются обломки НЛО и тела инопланетян. Но по одной из версий, на базах ВВС США присутствуют и живые гуманоиды. Это все те же существа, чей корабль был сбит кем-то в Розуэле, и с которыми договорился президент Эйзенхауэр. Они просили места для жизни, так как их планета якобы погибла, и разрешение похищать людей и проводить над ними опыты. Американцы в интересах вымирающей, как они говорят, трассы вот этих серых гуманоидов проводили там эксперименты по возможному введению гибридов, клонов, по гибридизации, по обеспечению их энзимами, определенными веществами. Им очень нужен гемоглобин. Вот поэтому они резали, кстати, коров, быков, прочий скот на территории многих штатов особенно. Это Нью-Мексика, Колорадо, там, и так далее. По сенсационным рассказам офицеров в отставке ВВС США, взамен пришельцы предложили супертехнологии. В самом деле, научно-технический прогресс сделал за минувшие полвека колоссальный рыбок. Такое бурное развитие технологий трудно объяснить гонкой вооружений или здоровой конкуренцией рынка. И практически все изобретения родом из США. Причем, что характерно, новинки компьютерной или медицинской индустрии словно берутся из произведений писателей-фантастов или из рассказов очевидцев НЛО. Все вот эти нынешние компьютерные устройства, они основаны на микрочиповой индустрии. А чип – это как раз вот то, из чего была сделана тарелка в Розуэлле. Потому что американские ученые моментально получили образцы обшивки и некой там панели управления, которые были, ну, то есть элементов. Могли ли обломки НЛО из Розуэлла так повлиять и на прогресс в авиаиндустрии? На этих уникальных снимках вы видите американскую летающую тарелку с кабиной в центре диска, которая была рассчитана на вертикальный взлет и посадку. Согласно чертежам, аппарат должен был использовать турбореактивный двигатель особой конструкции. Есть и бытовые дискообразные аппараты, которые и те, и другие пока летают на той энергетической технике, энергетики, которые уже известны человечеству, создают возможность полетов. Национальный архив США обнародовал секретные чертежи сверхзвуковой летающей тарелки. Этот аппарат под кодовым названием Project 1794 должен был достигать стратосферы на скорости около 2600 км в час. Однако по непонятным причинам проект был закрыт. Под прикрытием уфологии, под созданием мифической угрозы инопланетян, которая в это время была закрыта важная область исследования дискообразных аппаратов, в том числе исследования космоса с помощью новых перспективных средств. И потом это все было засекречено. Тарелка должна была достигать максимальной скорости втрое превышающей скорость звука и подниматься на высоту свыше 30 км. Максимальная дальность полета аппарата 1852 км. В документе, датированном 1956 годом, авторы также сообщают, что готовый продукт будет гораздо лучше, чем это планировалось при подписании контракта на разработку боевой летающей тарелки с канадской авиастроительной компанией Avro Aircraft Limited, просуществовавшей до 1962 года. Вполне возможно, они достигают сейчас скоростей в 2-3 маха, а то, может быть, и в 5 махов, так, пока мы не зафиксировали. Хотя это дело все вопросов так называемой информационной разведки космического характера. По мнению исследователей, большой процент наблюдаемых НЛО это и есть созданный человеком объект. И сейчас в западных странах проводится достаточно много испытаний таких аппаратов. До 1991 года в Советском Союзе также проводились эксперименты по созданию летающих объектов на новых принципах. В подмосковном Монино есть аэродром, где стоят летательные аппараты необычной формы, которые могут быть приняты за НЛО. По некоторым данным, в Индии до сих пор сохранились летательные аппараты, которые называют ВИМАНы. И они упоминаются в древнейших источниках. По всей видимости, те объекты, которые еще в неописуемой древности, так сказать, были созданы предыдущие связи с Атлантов, после катастрофы они, видимо, сохранились в некоторых местах земного шара, в том числе и в Индии. Ими до сих пор пользуются. Но пользуются, так сказать, не для всеобщего обозрения, тайна и наблюдения. Как бы это фантастично не выглядело, но анализ определенной информации, вот, и по древневосточной философии, и по показаниям очевидцев, приводит к мысли о том, что эти объекты земного происхождения, но принадлежащие к цивилизации, не наши, а более ранние, они используются до сих пор. Разработок, напоминающих НЛО, достаточно много. Даже гитлеровской Германии удалось создать дисковидные летательные аппараты, очень напоминающие те, которые мы наблюдаем сегодня. После войны 3000 специалистов, в том числе авиаинженеров, были вывезены в Америку вместе с технической документацией. Однако малоизвестен один факт. Еще в 1939 году под Нюрнбергом действительно была сбита некая странная летающая конструкция. Была ли это в самом деле тарелка, или не в самом деле тарелка, вопрос другой. Но если это был действительно, как интерпретируется корабль инопланетян, то наверняка немцы изрядно потрудились, чтобы скопировать себе максимально возможно оттуда. И, собственно говоря, успех этой операции заключался в том, что им действительно удалось построить корпус. Я не говорю, что из тех же материалов, но корпус им удалось построить. Но земные летающие тарелки не отличались устойчивостью и были крайне нестабильны в воздухе. Более того, их полет не соответствовал характеристикам настоящих НЛО. И все же, даже эти несовершенные разработки были тщательно засекречены. По нашим подсчетам, разница между цивилизациями, которые к нам прилетают, и которые, вот и от нашей цивилизации, составляет 800 тысяч лет. Представляете себе, что это, какие темпы, в каком уровне мы будем находиться через 800 тысяч лет, если будем иметь ту же технологию технологического развития. 20 сентября 1963 года на Генеральной Ассамблее ООН Джон Кеннеди выступил с речью, где призвал к советско-американскому космическому сотрудничеству, не исключая и совместный полет на Луну. Именно Кеннеди и был инициатором проекта Аполлон 1961 года. Но советская сторона на предложение президента США не откликнулась. Джон Кеннеди не отступал и через два месяца направил два письма. Первое было адресовано директору НАСА с просьбой подготовить проекты совместных советско-американских исследований. Помимо этого, 12 ноября, то есть за 10 дней до убийства, которое последовало, как мы знаем, 22 ноября, Кеннеди обратился к директору ЦРУ с соответствующим письмом, которое так и начинало. К 1 февраля 1964 года подготовить мне доклад на основании секретных файлов или секретных досье Центрального разведывательного управления, которые мы могли, во-первых, рассекретить, но которые бы мы могли бы действительно довести или использовать в наших разговорах, переговорах с русскими или с Советским Союзом, довести их до сведения, сделанные по одному принципу. То есть мы должны из этих сообщений вычленить такие сообщения, которые бы действительно свидетельствовали о существовании феномена НЛО. Но через 10 дней Джон Кеннеди был застрелен в Далласе. До сих пор 70% американцев не верят в официальную версию расследования, будто за террористом Освальдом, убившим президента, никто не стоял. И сегодня выдвигается новая, неожиданная версия подоплеки гибели Кеннеди. Возможно, своим запросом в ЦРУ он дал понять, что готов поделиться с советской стороной самым большим секретом Америки, тайной инопланетных кораблей. Директор ЦРУ входит в число лиц, как мы знаем из того меморандума Хеллин Коттера, который был в 1952 году, и утечка произошла. Директор ЦРУ входил в круг лиц, которые были допущены к этим секретам, и он знал, что Соединенные Штаты и имеют центр по изучению проблем НЛО, и имеют останки экипажей и обломки НЛО. Вот тогда, может быть, у кого-то возникло предположение, что Кеннеди хочет разгласить самый большой секрет США. По этой версии спецслужбы США сочли Джона Кеннеди предателем государственных интересов. Многие события укладывались в эту логику. Но уже последующих американских президентов обвинить в подобной откровенности перед Советским Союзом точно было нельзя. Когда мы жили в таких закрытых обществах, американцы всегда волновала проблема того, если, допустим, у них произошло крушение НЛО, они подобрали обломки аппарата, работают над взрослым технологией, не имело ли этого события в Советском Союзе, не разбивалось ли НЛО на территории СССР, не получали ли соответствующие советские власти подобного рода информацию, не имеет ли подобного рода права. По масштабам сокрытия информации о неопознанных летающих объектах Советский Союз не отставал от своего заокеанского противника. Так родилась программа по изучению неопознанных летающих объектов под кодовым названием «Сетка». Эта программа, значит, была организована Министерством обороны СССР и Академией наук СССР. То есть была сетка АН и была сетка НО, две подпрограммы как бы. Значит, по линии Академии наук занимался Институт земного монетизма и физики атмосферы. Этим вопросом им даже была, значит, дана летающая лаборатория Ту-144 сверхзвуковой, который в аэрофлот не пошел и в данном случае его использовали как летающая лаборатория. И, естественно, Министерство обороны, был приказ министра обороны о назначении ответственных за наблюдение на лоповольским частях ПВО, ОВС. Авиационный инженер Александр Масолов входил в самую первую исследовательскую группу экспертов по изучению НЛО при Московском авиационном институте. Одной из его обязанностей было создание группы для сбора информации об аномальных явлениях. И эти данные неопровержимо свидетельствуют, настоящие НЛО совершали посадки на территории СССР. Были посадки под Москвой, под Березовки выезжала группа в Можайском районе, где были конкретные следы, оставались. Ярких таких случаев появления НЛО и посадок было достаточно много, просто они не освещались средствами массовой информации. После распада Советского Союза произошла колоссальная утечка информации из секретных архивов Минобороны и КГБ. Кое-что попало в печать. Страна была шокирована тем, что так долго скрывала Глубянка. Это вот в начале перестройки, когда тут из архивов начали тащить все, что надо и не надо, из архивов ЦК, и из архив Минобороны. Мне один, значит, из людей, которые были, так сказать, близки к этой документации, хранящейся, вот, причем, так сказать, он заранее попросил, чтобы я не... ее анонимность была соблюдена, он передал такой документ. На бланке комитета государственной безопасности. Вы видите уникальные документы, доказывающие, советским военным тоже удалось избить настоящий НОВА. Возможно, не однократно. Это инструкция для командира одной из воинских частей, охраняющей обломки корабля пришельцев. В связи с имеющимся указанием министра обороны СССР, председателя КГБ СССР, прошу вас передать захваченный объект спецконвоя. Данный объект надлежит тщательно охранять до прибытия спецконвоя. Доступ к объекту категорически запрещен любым должностным лицам, работникам партии и госноменклатуры. Эвакуация объекта будет произведена в ночное время суток. Все мероприятия, связанные с обеспечением секретности, подконтрольны лично председателю КГБ СССР и министру обороны СССР. Любые изменения состояния объекта, малейшие сдвиги не допускаются. Обо всех изменениях температуры, радиоактивности и тому подобном немедленно докладывать в центре. Вот отсюда можно сделать вывод, что наблюдения, естественно, были. Не только наблюдения, посадки, но и вот такого рода случаи. Однако, кроме этого документа, следователям не удалось выяснить больше ничего. Каким образом был опакован корабль и куда увезли обломки? Вся эта информация до сих пор находится под плотной завесой секретности. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что сейчас во всем мире идет конкуренция между военными о том, чтобы разгадать секрет полетов НЛО, энергетики этих объектов, чем бы они на самом деле не являлись. И понятно, что тот, кто первый разгадает, тот, в общем-то, будет лидером как и в гонке вооружения, так и лидером с точки зрения военной мощи и тому подобное. На основе статистических данных советским ученым удалось вычислить циклы активности НЛО. По этим данным, каждые 9-9,5 лет количество летающих тарелок над бывшими республиками Советского Союза многократно увеличивается. К правильному формированию взглядов на результаты появления НЛО способствовали в том числе работе МУФОНа, то есть за рубежом. Вот эти данные, приведенные на многих данных, в том числе в наших исследованиях, которые показывают, что в действительности есть активность определенной циклы. С чем были связаны эти периоды, пока осталось не выяснено. Один из таких циклов пришелся на конец 80-х, начало 90-х годов прошлого века. Именно в это время Юрий Архангельский проходил воинскую службу в пограничных войсках КГБ СССР на советско-финской границе в составе 102-го пограничного отряда Северо-Западного пограничного округа. Однажды во время ночного дежурства на посту наблюдения Юрий своими глазами увидел несколько НЛО. Они двигались в небе над акваторией Сайменского канала. Это были светящиеся шары высокой плотности. При пролете у пограничников начались сбои радиосвязи на коротких волнах и выключалась проводная телефонная сеть. При исследовании данных объектов мы использовали в частности нашу радиолокационную станцию. При попадании луча на данный объект радиолокационная станция выгорела, несмотря на то, что напряжение в данной РЛС было 12 вольт и выгореть она в принципе не могла никак. Говорить о том, что это была шаровая молния, ну, сложно. Почему? Потому что движение носило направленный характер. Они беспорядочны, как у шаровой молнии. И эти объекты наблюдались несколько раз и двигались они приблизительно по одному и тому же маршруту. Советским пограничникам довелось зафиксировать НЛО, висящее на околоземной орбите. Их оборудование позволяло отследить перемещение абсолютно любых объектов как на Земле, так и в небе. На небе было очень много, большое количество неопознанных летающих объектов, которые летали как угодно. То есть четко было видно спутники, которые летели по определенной орбите, определенной скорости, то есть они легко идентифицировались, то, что это спутник орбитальный. Но иногда были объекты, которые зависали. Однако странные объекты в космосе наблюдались не только в непосредственной близости от Земли. 16 октября 1989 года в северо-западном секторе Луны был замечен странный объект. По словам Юрия, он завис на одном месте и от него отделились более мелкие объекты. пролетел объект, который по определенным оценкам можно расценить как в радиусе до 40 километров. От этого объекта отделились более мелкие объекты, объект был зеленого цвета, более мелкие объекты красного цвета, которые осуществили посадку на Луне, объект зависал на дуне порядка пяти минут. после чего какой-то он соединился с каким-то другим объектом и, соответственно, оттуда улетел. Наблюдал я его в прибор, который имеет увеличение в 60 раз, то есть это у нас оптический прибор был такой, поэтому мне было чутко видно. Была хорошая ясная погода и в том месте не было никаких промышленных объектов, которые там создавали бы там помехи для наблюдения. Однажды НЛО пролетал ночью над Сайменским каналом, выпустив ослепительно яркий белый луч. А наутро сотрудники предприятия, которое делало радиоаппаратуру для спутников, заметили на стене цеха идеально круглую дыру диаметром около 20 сантиметров. Что это было? Сканирующий луч или намеренное воздействие лазера? Сложно сказать, что двигало ими, я не знаю, это весьма сложно сказать. Ну, опять-таки, если рассматривать физические типы, то, возможно, это какая-то была телепортация. Если мы рассмотрим данную ситуацию как объект телепортации, то вполне возможно, что с объекта был тот телепортирован на данной территории. Эксперты отметили, что активность неопознанных летающих объектов характеризуется не только временными циклами, но и связана с развитием технологий. В конце 40-х годов прошлого века начались массовые испытания атомного оружия. 50-е годы войны в Юго-Восточной Азии и локальные военные столкновения в Европе. 60-е годы запуск человека в космос и снова вооруженные конфликты. И каждый новый виток гонки вооружений вызывает всплеск активности НЛО. Это все определенный сценарий. Сценарий разума более высокого, чем человеческий на предмет передачи определенной информации. Во-первых, о том, что мы тут не одни, вообще во Вселенной мы не одни, и вот так вот безрабничество здесь вроде как не следует, потому что это других задевает, имея в виду атомный взрыв. Бесспорные аргументы в пользу внеземной природы НЛО могут поведать рассекреченные отчеты военно-морского ведомства. Как следует из документов, командирам атомных подводных лодок доводилось фиксировать под водой до десятка встреч со странными объектами. Подводники даже чаще, чем летчики и космонавты наблюдали аппараты, не имеющие аналогов среди известной техники. Вот лишь один из удивительных примеров. О нем рассказал командир атомной подводной лодки, вице-адмирал в отставке Лев Матушкин. Я был направлен на север новой земле к мысу желания командованием, потому что проводили ядерные испытания на новой земле, должны взрывать ядерный заряд очередной, лодки. как дозор как охрана района вот к мысу желания. Вышли мы, как говорится, погода была тихая, но низкая облачность. Вот. И где-то на траверзе, если считать по новой земле, вот, Малах-Кармакул, ну, это миль пятьдесят от новой земли западнее, вот, на мостике был я, так сказать, еще офицеры и сигнальщики. Офицеры сосредоточенно готовились к заданию и никак не ожидали сюрпризов. Увиденное в следующий момент повергло их в изумление и тревогу. И вот в кабельтах пятидесяти вдруг на курсовом где-то десяти градусов столб воды, огня и такое, как говорится, ельцеобразное тело, но огромное, выскочило из воды и ушло под облака. Вот. Что такое? Неизвестно. Вот. Что интересно, что штурман подводной лодки в это время был в боевой рубке, занимался перископом, налаживал фотоаппарат. Вот. Сумел сфотографировать это. Фотографии, наши записки, то, чтобы каждый написал свое восприятие этого объекта, были отправлены соответственно высшестоящие органы, как я понял, что были отправлены в Академию наук. Но что такое и как, никто ответа не дал. Это был не единственный случай, когда НЛО выныривали из воды. Но чаще офицера подводного флота не видели, а слышали под водой странные шумы от объектов, которые двигались с очень большой скоростью. Единственная подводная лодка еще в Советском Союзе, которая давала 42 узла. А когда обнаруживаешь по шуму пеленгования, по пеленгам скорость где-то около 300 узлов, конечно, это неординарно. для подводного объекта. Именно такое шумовое наблюдение Льва Матушкина было одним из самых продолжительных случаев в архиве спецслужб. Он командовал атомной субмариной, которая находилась в районе Гренландии. Где-то больше 300 узлов, так сказать, полоса наблюдения велось где-то около 30 минут. Вот. Ну, сказать, что был очень большой шум, нет. Сначала слегка обнаружили, потом, так сказать, шум усилился, и потом, так сказать, сошел на нет. Дело в том, что этот шум не характерен для наших подводных объектов. Вот. Это не шум ментов, ничего, а вот как акустики сказали, что наподобие когда, так сказать, струя воды идет в воду с большим напором. За годы многочисленных встреч с НЛО у военных не осталось сомнений. Они имеют дело с внеземными технологиями. Пока ни одной стране не удалось создать аппарат, умеющий ходить по морям с такой фантастической скоростью и с равной легкостью преодолевать и водную среду, и воздушную. Сдается впечатление, что иной разум присутствует на Земле параллельно нашей цивилизации. Он не вмешивается открыто в историю людей и занимается своими делами. А мы снова и снова прикрываемся грозной тенью летающих тарелок ради сомнительных игр спецслужб. Изредка в широкий доступ просачиваются отдельные факты, но истина по-прежнему засекречена. Эта история началась в Сильвер-Сити, штат Нью-Мексико 25 июня 1947 года. Местный врач стоматолог сообщил, что наблюдал в небе странный летящий предмет в виде тарелки и размером с половину луны. Два дня спустя в том же районе военные зафиксировали белый светящийся объект, пролетевший недалеко от ракетного полигона White Sands. А вечером 4 июля над штатом разразилась сильнейшая гроза. Все вокруг освещалось вспышками молнии, раздавались оглушительные раскаты грома. Летние грозы характерное явление в тех местах. Но фермеру Майку Брейзелу из Розуэлла показалось, что среди раскатов грома был какой-то особенный звук, больше похожий на взрыв. На следующее утро он пошел искать овец, которые от страха перед грозой прорвали заграждение ранчо и разбежались. Но неожиданно наткнулся на дымящуюся воронку. По краям воронки были разбросаны какие-то куски непонятного материала. А на самых крупных обломках виднелись загадочные знаки, напоминающие цифры, сложенные в столбе. Спустя некоторое время находки стало известно властям. Воронка с обломками была цеплена военными, а самого фермера отвезли на базу ВВС, где заставили подписать документ, как будто он ничего не видел, ничего не знает и обязуется держать язык за зубами. Тем не менее по штату поползли слухи, что под Розуэллом произошло крушение инопланетного корабля. И на месте катастрофы, помимо останков летательного аппарата, были найдены тела пилотов странного вида человечки неземного происхождения. Посещали Землю на всем протяжении существования человечества, может быть, даже еще задолго до его появления. Поэтому вероятность того, что сотни и тысячи лет назад на Землю могли прилетать представители высокоразвитых цивилизаций, естественно, своей высокоразвитой летающей технике, сомневаться в этом может лишь тот безумец, который выдвинет антинаучную версию, что человеческая цивилизация одна-единственная во Вселенной и второй такой существовать не может. Слухи вокруг события в Розуэле продолжали расползаться по штату и за его пределы. Несмотря на предпринятые военными попытки засекретить факт крушения неопознанного летающего объекта, особенно бурно обсуждалась тема человечков. Некоторые утверждали, что их было трое, другие, что четверо. Есть и такие, кто озвучивает количество пять погибших. Слесарь, работавший на военной базе в Розуэле утверждал, что видел, как санитары на носилках перенесли в госпиталь тела пришельца. Администратор того же госпиталя рассказывала, что помогала двум врачам в палате, где исследовались три инопланетных тела. Она точно запомнила, что у пришельцев было по четыре пальца на руке. Даже губернатор Нью-Мексико отметился сообщением, что видел четырех маленьких мужчин. Один из них был жив. Чиновник утверждал, что у них были большие головы, большие глаза и маленький как щель рот. Дальше больше стали привлекать журналистов, стали привлекать кинооператоров, фотографов профессиональных. Ну, была игра хорошая. А потом, когда поняли, что могут за эту игру получить по шапке от вышестоящих там вплоть до ближайшего окружения президента страны. И вдруг все замолчали, а и народная молва значит сразу что-то тут не то, значит что-то раскрыли. После того, как история в Розуэле стала выходить из-под контроля военных, агенты ФБР резко вмешались в репортерскую кампанию вокруг крушения инопланетного корабля и пригрозили журналистам страшными карами. Очевидцы были вызваны на допрос, где подписали признание, что отказываются от своих слов. Последний слух, который совсем недолго ходил по Розуэлу, был таков. На базу приземлился военно-транспортный самолет. На его борт в режиме строгой секретности погрузили ящики с обломками таинственного объекта, обнаруженного на ранчо фермера Майка Брейзела и капсулы с каким-то биологическим материалом. Капсулы были привезены из местного госпиталя. После погрузки самолет сразу взлетел и взял курс на Неваду. Так называемый Розуэльский инцидент вскоре был забыт. А через несколько лет в Неваде близ озера Громли начались секретные строительные работы на авиабазе Неллис. К концу 1951 года стройбат закончил свою работу. И на его место прибыла команда носившая кодовое название Красный Свет. Команда состояла из 800 человек. Все они жили на базе. Объект был окружен тройным кольцом охраны. Небо над базой контролировалось несколькими батареями ПВО. Затем появились люди в гражданской одежде. Это были ученые, имевшие допуск к работам с самой высокой степенью секретности. Некоторые из них до этого трудились над знаменитым проектом Манхэттен по созданию атомного оружия. В документах бывшая авиабаза стала именоваться Зоной 51. Сразу поползли слухи, что именно сюда были доставлены останки рухнувшего под Розуэлом инопланетного объекта. И не только его. По неподтвержденным данным в период с 1947 по 1951 год в Аризоне потерпели аварию еще несколько НЛО. Этим тарелкам военные дали кодовое название Элиан. Вот эти Элиан были перенесены, перевезены, доставлены короче в определенный район в другой штат в Неваду в район Нелис в район озера Крум-Лейк который потом стал называться условно Зона 51 по местной высотке с этим таким же наименованием. И у нас об этом знали тогда, но все это было секретно. Далее стала просачиваться информация, что сотрудники базы сумели частично восстановить разбившиеся инопланетные летающие объекты и даже попытались совершать полеты на них. По другой информации корабли инопланетян были просто скопированы. Действительно, какие-то сведения просачивались с территории базы, несмотря на беспрецедентные меры по обеспечению режима секретности. Особо пронырливым репортерам стало известно, что в глубоких подземных ангарах зоны 51 находится три НЛО, два из которых были целыми, а третий разобранным. Также просочилась информация, что в таинственных лабораториях, находящихся глубоко под землей, в особых атмосферных условиях, содержались два живых гуманоида инопланетянина. Один был одет в серебристый костюм, на другом коричневый обтягивающий комбинезон. Оба существа невысокого роста, серовато-белой кожей. Один, по слухам, умер в 1952 году, другой прожил еще восемь лет. На самом деле это были странные существа, такого бесполого образа, вида, которые хранились там и исследовались на протяжении нескольких десятков лет, начиная с 1947 года, тогда произошла авария летательного аппарата, летающей тарелки. Чтобы попытаться максимально закамуфлировать истинную задачу базы высохшего озера Громлей, военные решили провести так называемую операцию прикрытия. На аэродроме был создан летно-испытательный институт авиаконцерна Локхет. В 1955 году здесь начались испытания легендарного летающего шпиона У-2. Это тот самый самолет, который 1 мая 1960 года вторгся в воздушное пространство СССР и был сбит над Свердловском новейшей в то время советской зенитной ракетой. Территория зоны 51 как нельзя лучше подходила для постановки на крыло новейшей авиационной техники. Безжизненный лунный ландшафт на высоте 1500 метров. Абсолютно гладкое 5-километровое русло высохшего озера, отрезанного от внешнего мира высокими горными хребтами. Полеты гражданских самолетов были запрещены здесь еще в середине 40-х годов в связи с проводимыми в удаленных районах Невады ядерными испытаниями. Но когда кто-то из обычных летчиков других авиабаз случайно попадает в пространство над Неллис, случайно там или не дай бог совершит посадку, то они потом проходят буквально все круги ада для того, чтобы выбраться оттуда и дают десятки подписок неразглашений и копии этих бумаг всех видели журналисты и ученые всего мира. То есть это еще раз доказывает то, что там проходят какие-то секретные эксперименты и испытания. О том, что в зоне 51 испытываются инопланетные аппараты, потерпевшие крушение в конце 40-х годов в Аризоне и Нью-Мексико, в свое время в доверительной беседе признался физик Отто Краузер. Целью программы, по его словам, было создание авиационных двигателей, аналогичных тем, что установлено на летающих тарелках. Через увеличительную оптику НЛО над Громликом не раз видели участники ядерных испытаний в Неваде. Попросив не называть их фамилии, специалисты авиабазы Нелис рассказывали, что на экранах радаров не раз наблюдали, как объекты, летающие с немыслимыми скоростями над зоной 51, внезапно, как по команде, останавливались и зависали в воздухе. То же самое наблюдал и оператор мощной радиолокационной станции из Лас-Вегаса. Вот типичные высказывания людей, работавших в Неваде. У нас там есть вещи, которые в буквальном смысле слова не из нашего мира. Мы работаем с такими невероятными проектами, что режиссер звездных войн Джордж Лукас позеленел бы от зависти. А бывший президент компании Локхид Advanced Development Бен Рич, который стоял у истоков создания Зоны 51, был предельно лаконичен. НЛО существует как построенное человеком, так и внеземное. Причем некоторые инженеры, которые разработали такие технологии, как, например, стелс, то есть самолеты-невидимки однозначно намекали на то, что все идеи были взяты от пришельцев. Скорее всего, вот, вот, той самой тарелки, которая упала в Аризоне, как раз говорят, что именно благодаря исследованиям этой тарелки появились кое-какие наши прорывные проекты с точки зрения физики и электроники, как там прорыв в полупроводниках, в мобильных телефонах, каких-то видах связи новых, которые до сих и в самолетостроении, и ракетостроении. Информация о Зоне 51, просочившаяся в печать, вызвала огромный интерес, и любители сенсаций потянулись в этот богом забытый уголок Невады. И тут они столкнулись с парадоксальной ситуацией. Несмотря на официальные заявления об отсутствии каких-либо секретов, попасть в этот район было невозможно. Круглосуточные патрули, территория, огороженная колючей проволокой с подведенным электричеством под высоким напряжением, письменные предупреждения, недвусмысленные угрозы охранников явно свидетельствовали, что здесь происходит нечто неординарное. Это возбудило еще большее любопытство. Дело в том, что разная степень допуска была у ученых и у журналистов к этой теме. Это очень показательно, потому что это свидетельствует о том, что правительство и люди, которые были причастны к этому всему таинственному действу, они весьма по-разному в разные времена относились к этой проблеме. То есть такое ощущение, что когда-то это было как бы открыто и все известно, а когда-то вдруг все это покрывалось таким флером, муаром жуткой секретности. Скрывать проводимые на секретной базе испытания становилось все труднее, поскольку с близлежащих гор зоны 51 просматривалось очень даже неплохо. И тогда военные потребовали у правительства расширить территорию объекта, включив в него все окрестные возвышенности, чтобы, как было написано в заявке, предотвратить дальнейшую угрозу национальной безопасности. Конгресс внял несокрушимой логики военных и дал согласие. С 10 апреля 1995 года горы, так беспокоящие секретные службы, стали законной территорией зоны 51. По существу это стало первым официальным признанием того, что таинственная база существует. И дотошные журналисты, и фанатики, уфологи все эти годы говорили правду. У общественности затеплилась надежда, что в соответствии с законом о 25-летнем сроке секретности она более подробно узнает о загадочной базе. Но никто никому ничего открывать не собирался. Некоторые материалы дошли до нас, но в основном конечно постарался бывший физик, который там работал, Боб Лазар, Роберт Лазар, который написал книжку, которую удалось достать и прочитать, а потом она даже переведена в 90-е годы в России, в Москве. Физик Боб Лазар с декабря 1988 по апрель 1989 года возглавлял экспериментальное отделение в зоне 51 и работал на объекте, известном под кодовым наименованием С-4. Приглашение Лазара на эту работу стало для военных меры вынужденной и недостаточно проработанной. Дело в том, что в мае 1987 года при попытках вскрыть реактор одной из тарелок в вертикальной шахте ядерного полигона произошел взрыв. Погибли трое ученых. Нужна была замена. Среди прочих выбор пал и на молодого физика, который до этого работал над секретными программами в Лос-Аламосе. По свидетельству Лазара программа на объекте С-4 состояла из трех проектов. Проект помощник, в рамках которого разрабатывалось лучевое оружие на нейтронах, фокусируемых специальными гравитационными линзами. Проект зеркало, позволяющий заглянуть в прошлое. И третий проект Галилей. Как раз к нему Лазар имел самое непосредственное отношение. Это была работа по воссозданию антигравитационных двигателей. Технологию этих двигателей передали существа из бинарной звездной системы, которая удалена от Земли на расстояние в 30 световых лет. Самих инопланетных существ на объекте С-4 физик не видел, но его познакомили с весьма любопытными документами. В толстых папках, которые показали Лазару коллеги, находились черно-белые фотографии погибших инопланетян, а также медицинские заключения об их вскрытии. Согласно описанию существ, была сероватого оттенка кожа и крупные головы с большими менделевидными глазами. Волосяной покров отсутствует. Погибли ли эти гуманоиды сами или были умерщвлены? Об этом ученому ничего не сказали. На самом деле информация об этом очень ограничена и то, что доходило до нас и до уфологов, которые этим занимались и по данным, которыми мы обменивались с американскими нашими коллегами, речь шла о каких-то живых существах, живых, которые находились в каком-то, были погружены в какое-то состояние пограничное, непонятное, полуживое, полумертвое, но тем не менее даже трудно о них было говорить, живы или нет, потому что все функции их организмов были неизвестны, как они действуют и работают, потому что у них было все другое. Обо всем этом весной 1989 года Роберт Лазар поведал с экранов телевизоров, после чего к журналисту Джорджу Кнэйпу, вытащившему на свет эту историю, стали обращаться десятки новых свидетелей, которые не только в деталях подтверждали рассказ молодого физика, но и значительно дополняли его. Пилот-испытатель, а впоследствии проектировщик высокого уровня секретности Билл Юхаус в декабре 1995 года признался, что в течение нескольких лет участвовал в разработке тренажеров для американских летчиков, позволявших им научиться летать на захваченных НЛО. Бывший сотрудник спецподразделения ВМС Даррик Хеннесси в 1982 году служивший на этом объекте, обозначил на схеме место, где в специальных контейнерах хранились тела инопланетян. Стеклянные трубы высотой 180 и шириной 60 сантиметров стояли вплотную друг к другу. Они все одинаковые, и существа, находившиеся в них, тоже выглядели одинаковыми. Я не знаю, какого они пола, так как цилиндры посередине были прикрыты кольцом из алюминия. Цилиндры стояли на постаменте из черного полированного камня высотой 30 сантиметров и были заполнены раствором, в котором плавали тела. На все эти новые свидетельства американские власти отреагировали весьма оригинально. Они решили взять инициативу в свои руки и рассекретить документы ЦРО. И что же было представлено публике? В 400-страничном докладе нет ни одного упоминания о НЛА. База, как свидетельствуют документы, использовалась исключительно для испытания секретных военных самолетов, включая первые самолеты-невидимки, неуловимые для радара. Их, как прокомментировали представители спецслужб, и принимали за инопланетные корабли. Доклад этот уфологи признали как самый настоящий отвлекающий маневр и категорическое нежелание раскрыть истинную тайну зоны 51. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА